Работа проделана титаническая. Такую оценку деятельности Совета по судебной реформе сегодня дал президент. Юристы переписывали все действующие кодексы – уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный, гражданско-процессуальный – и разработали совершенно новый кодекс о проступках. В результате должно получиться так, что за общественно опасные преступления последуют максимально жесткие сроки наказания. За нетяжкие же преступления и наказание должно быть нетяжким. Сегодняшние законопроекты направлены именно на то, чтобы оградить людей от судебного произвола, убрать этот люфт, когда можно дать и какой-то минимум, а можно дать и какой-то максимум. И в итоге все это решается иногда через взятку, будем откровенны. В этом плане это очень важный этап работы, очень важный пакет законопроектов. Во главу угла должна ставиться не свирепость наказания, а его неотвратимость. Система должна повернуться к лицам, к человеку. Поэтому вводится новый институт пробации. Это когда от карательной системы идет переход к восстановительной. Предполагается, что это будет орган, состоящий из гражданских лиц, психологов, педагогов, социальных работников, которые должны помогать осужденным лицам адаптироваться в обществе. Члены совета также высказались за создание еще одного института, президенту Верховного суда. Это, по словам руководителя аппарата президента, создаст состязательность в судах, сужение выборов в действиях судей. Я считаю, что без него судебная система все равно, что всадник без головы. А единой высшей судебной инстанции у нас нет. Есть 10 верховных судов по числу судебных составов. И каждый из них, тремя судьями, ежедневно провозглашает свои незыблемые вердикты. Для эффективности работы законопроектов президент предлагает внести и такое понятие, как рейстр судимости. В первую очередь она позволит выявить, за что и какое наказание получил человек. Реестр судимости должен быть, потому что я сам столкнулся, вы знаете, вчера большой шум шел о том, что кандидат в министр энергетики, он имеет судимость. Например, когда у меня этот был человек, Трудубаев, он сказал, что был суд. Но суд сначала ему вынес штраф, а потом этот штраф отменил. То есть суд был, но я так понял, что судимости не было. Это же разные понятия. Но если бы у нас был такой реестр, можно было бы легко туда войти и посмотреть, есть ли у него судимость или нет судимости. Потому что суд и судимость разные понятия. Я поручил, конечно же, отделу разобраться, есть ли у него судимость. Но здесь еще у меня есть принципиальное мнение. Я считаю, что если человек за что-то когда-то получил штраф или даже судимость, за исключением таких вещей, как, например, изнасилование или педофилия, я не считаю, что на этом человеке надо ставить крест. Чтобы внести все эти изменения и создать новые институты, опытным юристам страны пришлось поработать не один месяц. Это и есть продолжение судебной реформы. А тем, кто утверждает, что судебная реформа застопорилась, депутат Галина Скрипкина просила не верить. Вот мы сегодня с вами как раз рассматриваем тот пакет документов, который направлен именно на, знаете, кардинальное реформирование не только судебной системы, но реформирование правоохранительных органов, реформирование органов прокуратуры, адвокатуры и так далее. И эта судебная реформа, она идет как раз в русле тех провозглашенных Конституцией прав и свобод гражданина и человека. Ректоры вузов, находящихся в составе Совета, предложили свою помощь в переобучении следователей, прокуроров и судей. Многим из них придется вновь изучить изменения в процессуальных законах. Между тем, глава государства выразил надежду на то, что до конца следующего лета парламентарии рассмотрят и примут три основных законопроекта, касающихся судебной реформы.